Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с гипервизора VMware ASXI Server и файловой системы VMFS. Мы разберем, как создать виртуальную машину Windows в ASXI Server, процесс управления моментальными снимками, как восстановить файлы виртуальной машины с диска нерабочего сервера, восстановить работоспособность виртуальной машины и как восстановить информацию с VMDK файлов. ASXI это гипервизор, программное обеспечение, которое устанавливается на физический сервер и позволяет запускать несколько операционных систем на одном хост-компьютере. Эти операционные системы работают отдельно друг от друга, но могут взаимодействовать с другими ПК по сети. Детальное видео о том, как установить гипервизор ASXI уже есть у нас на канале, ссылка будет в описании. Для начала давайте разберем, как создать виртуальную машину. Для этого на клиентской машине запустите браузер и введите IP адрес сервера. На странице входа введите логин и пароль администратора. Далее откройте навигатор, перейдите во вкладку виртуальной машины. В окне справа нажмите Create Register VM. В открывшемся окне выберите пункт создать новую виртуальную машину. Далее задайте имя виртуальной машины, укажите семейство операционной системы и версию. Затем выберите хранилище, на котором будут лежать файлы машины. На шаге настройки параметров укажите количество процессоров, объем ОЗУ, который будет выделен для виртуальной машины. Далее укажите объем дискового пространства. Жмем по кнопке Добавить новые устройства. Выбираем CD-DVD Drive. Затем выберите для него тип диска DataStore ISO файл и укажите путь к ISO файлу операционной системы. Если у вас на сервере нет образа, в открывшемся окне вверху нажмите Upload и укажите путь к ранее скачанному ISO образу операционной системы на клиентской машине. А затем нажмите Открыть. Дождитесь окончания загрузки. После отметьте его и нажмите Select. А затем Finish для завершения. Теперь осталось запустить ее и установить операционную систему. Выделяем виртуальную машину и жмем Power On. Процесс установки операционной системы на виртуальную машину ничем не отличается от обычной установки, просто следует и шагам установщика. После установки машина будет готова к работе. Дипервизор vSphere позволяет делать моментальные снимки состояния виртуальной машины. Моментальный снимок – это снимок состояния машины на конкретный момент времени. Данные снимки помогут вам откатить систему при случайном удалении файлов или вернуть прежние настройки. Для того чтобы сделать снимок на выключенной машине нажмите правой кнопкой мыши, выберите из списка Snapshot – Take Snapshot. Укажите имя и нажмите Take Snapshot. Теперь вы в любой момент сможете откатить систему к этому снимку. При возврате к моментальному снимку все настройки, изменения, диски, которые были добавлены после снимка вернутся к прежнему состоянию. Для возврата нажмите правой кнопкой мыши по виртуальной машине и выберите Snapshot – Restore Snapshot. Вы увидите окно с предупреждением о том, что текущее состояние виртуальной машины будет потеряно, если оно не будет сохранено в снимке. Для подтверждения нажмите Restore. В менеджере моментальных снимков вы сможете удалить любой ранее созданный. Выделите снимок, который хотите удалить и нажмите по кнопке удалить выделенный Snapshot и Remove для подтверждения. Здесь можно удалить как один снимок, так и все сразу – Delete All Snapshots. Если вы случайно удалили не тот снимок или файлы виртуальной машины, вышел из строя сервер или по какой-то причине вы потеряли доступ к виртуальной машине, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Как известно, файлы виртуальных машин гипервизора ESXi хранятся на диске в разделах с файловой системой VMFS. Основная проблема состоит в том, что при выходе из строя хоста ESXi информацию, которая осталась на дисках, без дополнительного софта достать не получится. Дело в том, что классические операционные системы Windows и Linux по умолчанию не видят разделов с файловой системой VMFS. Программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery полностью поддерживает файловую систему VMFS, включая последнюю версию, а также файлы снапшотов в SESPARSE. SESPARSE — это новый формат виртуального диска, похожий на VMFS PARSE, с некоторыми улучшениями и новыми функциями. Одно из отличий SESPARSE от VMFS PARSE заключается в том, что размер блока SESPARSE составляет 4 кб по сравнению с 512 байтами для VMFS PARSE. В итоге программа поддерживает файлы более 2 терабайт благодаря тому, что имеет 64-битную структуру. Чаще всего виртуальные машины располагаются на RAID массиве, и несмотря на то, что RAID считается надежным, все же случаи их повреждения не исключены. Собрать разрушенный RAID вышедшего из строя сервера и достать из него файлы виртуальной машины вам поможет RAID Recovery. Достаньте диски из сервера и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Скачайте, установите и запустите программу. Утилита в автоматическом режиме соберет из диска в RAID массив. Вам нужно лишь запустить анализ диска и вернуть нужные файлы. В моем случае виртуальные машины лежат на одном диске без использования технологии RAID. Для поиска файлов кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите тип анализа. Быстрое сканирование мгновенно просканирует диск и отобразит файлы. Если программе не удалось найти утерянные файлы с помощью быстрого сканирования, запустите полный анализ. Укажите файловую систему и запустите процесс поиска. В более сложной ситуации может помочь поиск файлов по сигнатурам. Для этого нужно оставить отметку глубокого анализа. В моем случае достаточно быстрого анализа. После переходим по пути, где хранились файлы виртуальных дисков. По умолчанию диски виртуальных машин лежат по такому пути. Файлы с именем виртуальной машины и расширением в MDK. Для того, чтобы в будущем не было проблем с импортом, желательно восстановить полностью папку виртуальной машины. Отмечаем файлы, которые нужно вернуть, а затем жмем восстановить. Указываем путь, куда их сохранить. Еще раз восстановить. По завершению они будут лежать в указанной папке. Далее, чтобы восстановить работоспособность виртуальной машины, восстановленные файлы нужно закинуть на сервер и зарегистрировать в веб-клиенте VisFair. Для этого активируем доступ к серверу по SSH. И подключаемся к нему по SFTP. Копируем файлы виртуальной машины на сервер в эту папку. Затем открываем веб-клиент. Жмем Create or Register Virtual Machine. Здесь выбираем последний пункт Register. Далее укажите каталог с восстановленными файлами виртуальной машины, Select, Next и Finish. Далее программа подхватит файлы и виртуальная машина появится в списке. Теперь можно ее запустить и достать нужные файлы. Если такой способ отгрузить виртуальную машину при ее старте привел к ошибке, воспользуйтесь вторым способом. Для этого создаем новую виртуальную машину. И на этапе настройки оборудования удаляем жесткий диск. Затем жмем добавить ADD Hard Disk. Выбираем второй пункт Existing Hard Disk. Указываем путь к папке с файлами виртуальной машины в MDK, Select, Next и Finish. Далее загружаем машину и смотрим наличие ошибки. Иногда данный способ помогает решить проблему загрузки. В том случае, если при загрузке виртуальной машины вы все еще видите ошибку, файлы были повреждены или вы случайно удалили информацию внутри виртуальной машины, не беда. Программа Hetman Partition Recovery поможет вам вернуть утерянные данные. Наша программа поддерживает восстановление данных с динамических и фиксированных виртуальных жестких дисков, с точек восстановления и моментальных снимков системы. Hetman Partition Recovery позволяет восстанавливать как файлы виртуальных машин в MDK, так и удаленные информации из в MDK дисков. Также возможно и восстановление файлов данных с отформатированных виртуальных дисков, вне зависимости от того, является диск динамическим или фиксированным. После того, как вы восстановили и скопировали на ПК в MDK файлы, нужно загрузить их в программу. Для этого в окне утилиты открываем вкладку «Сервис» и выбираем «Монтировать диск». Здесь есть два способа монтирования диска – RAW-образ, если нужно смонтировать обычные диски, и виртуальные машины. Во втором пункте вы увидите список файлов и программ, которые поддерживает наша программа. Отметьте соответствующий тип образа. Укажите путь к папке с файлами виртуальных дисков и нажмите «Открыть». Программа подгрузит все файлы виртуальных дисков и снэпшотов, находящиеся в данном каталоге. Как видите, помимо основных дисков, здесь еще есть файлы контрольных точек, копии состояния виртуальной машины на конкретный период времени. Файл виртуального диска, который используется машиной на текущий момент, помечен как активный. Остальные – это файлы снимков и контрольных точек. По дате можно определить тот, который вам нужен. Оставляем отметку напротив нужного диска и жмем «Далее». После он сразу же появится в менеджере дисков. Жмем по диску правой кнопкой мыши «Открыть». Выбираем тип анализа «Быстрое сканирование». Если в результате программа не нашла нужных файлов, выполните полный анализ. Правой кнопкой по диску «Проанализировать заново» «Полный анализ» и укажите файловую систему диска. Далее переходим в папку, где лежали файлы и ищем те, которые нужно вернуть. Отмечаем и жмем «Восстановить». Указываем диск, папку, «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в указанной папке. Оборудование для тестов предоставлено интернет-магазином servo.com.ua. В данном магазине вы найдете проверенные БУ-сервера, контроллеры и другие комплектующие с гарантией по доступным ценам. Если нужно вам помогут подобрать сервер под любую задачу и бюджет. У магазина есть свой YouTube канал, где вы можете посмотреть полезные видео о технологиях и серверном оборудовании. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. 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 Пока.